Концертный зал Здравствуйте, дамы и господа, вы слушаете и, конечно, смотрите телерадиоканал Страна ФМ. В эфирной студии Роман Шахов. По традиции в это время, в четверг, программа Концертный зал. И сегодня, конечно, у нас настоящее вокально-электрическое, ну и, наверное, душевно, такое народное удовольствие. Группа Артель Роса на Стране ФМ. Здравствуйте, я вас от всей души приветствую. Девчонки, мальчишки, кто первый заговорит? Оля, Ксюша кто? Здравствуйте, милые, красивые. Давайте с Ксюшей начнем. Давайте начнем с Ксюшей. Много у нас хороших событий, наступает лето, вы, так сказать, предвестники этого самого теплого времени года. Ну и, конечно, уже вот сегодня поступил в продажу новый диск Артели Росы. О-е! Дебютный, первый, самый первый. Счастливые люди, спасибо. Так, девчонки, представляйте весь коллектив, давайте сразу. Так, ну начнем. Про мальчиков расскажите. Про наших замечательных мужчин. Это наш гитарист Григорий Лапенко. Григорий, здравствуйте, да. Рядышком с ним стоит его брат, барабанщик Александр. Сиди, да, Лапенков, Сашенька, привет, привет, Григорий, о, Григорий, простите, пожалуйста, Евгений, наш любимый Евгений Бородин, бас-витарист. Прекрасно. Женя, да, здорово, рад вас видеть. Да, и у нас продолжение семейной традиции. Артем Лапенков, наш клавишник. Так, все, хорошо. Ну и вас мы знаем, вы к нам приходили, вы у нас пели. И что касается пластиночки, значит, 12 треков, друзья. Кто скажет, что пластинка уже в продаже, что ее можно скачивать? Я все правильно говорю, вы меня поправляйте. Абсолютно верно. Все правильно. Так, пластинка, здесь песни, чьи песни? Песни народные, песни авторские, тут тоже давайте рассказывайте. И народные, и авторские. Совершенно верно, да, то есть есть народные песни, но мы их очень-очень сильно-сильно перелопачивали, переделывали, делали более доступно, вот. Но есть и авторские песни, вот. Кто автор-то, Григорий, рассказывайте. Авторы Александра Григория, еще два автора, Яна Якубинская, Дюймовочку она у нас сочинила, и Ромашку у нас сочинил Равшан Завут. Равшан тоже, да. Олег Зверев. Все. Хорошо, мы с какой песни начнем, что это будет? С нее и начнем. С Ромашки. С Ромашки. Артель Рассан на стороне ФМ. Поехали. Солнце, свет, разбудит птичьи, стаи, новый день. Встречаем мы словами, как хорошо, что есть на свете цветок, который солнцем светит. Я подарю свою любовь, я подарю свою звезду, и самый солнечный цветок я вам ромашку подарю. Па-па-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па-па. Пара-па-па-па-па-па. Па-па-па-па-па. Па-па-па-па. Если вдруг дожди прольют слезами, помни, что ромашка будет с нами. Так хорошо, что есть на свете Цветок, который солнце светит Я подарю свою любовь, я подарю свою звезду И самый солнечный цветок я вам ромашку подарю Я подарю свою любовь, я подарю свою звезду И самый солнечный цветок я вам ромашку подарю Я подарю свою любовь, я подарю свою цвету И самый солнечный цветок я вам ромашку подарю Я подарю свою любовь, я подарю свою цвету И самый солнечный цветок я вам ромашку подарю Па-па-па-па-парапапа Бара-па-па-па-парапапа Друзья, песня, которая попадает прямо в сердце тем людям, которые имя носят «Ромашка». Поэтому отдельное, вот такое, знаете, душевное спасибо от меня. Артель Роса на телерадиоканале «Страна.ФМ». Вопрос сейчас, давайте, как все начиналось? Григорий, Александр, вы же все это придумали год назад, да? Как все это было? У нас дело в том, что уже был до этого коллектив, была девочка, она благополучно сказала нам спасибо и исчезла. Мы потом пришли к Равшану с Александром, собственно говоря. Познакомились. Познакомились с ним. Равшан Лохитов, да? Да, да, собственно говоря. Но до этого мы уже девочек, собственно, нашли. Ну, я так понимаю, что вы нашли Олю, Оля нашла Ксюшу. Конечно, да. Потому что они подружки. Все так, как было. Да, да. Ксюша нашла подругу, подруга нашла Отею. И, в общем, репка за детку, детка за репку. Так все завертелось. Да, собственно говоря. Ну и решили, мы сели, в общем, за стол. На бумаге нарисовали будущую картину коллектива, как должно это все выглядеть. Ну, как нормальные люди делают. Нарисовали. Вот. Сразу же распланировали, кто что будет делать, кто будет пол подметать, кто шнуры протирать. Понятно. Кто чтец, кто жнец, а кто на дуде игрец. Ну, почему такая музыка? Вы же ребята с сурового Урала, там же рок-н-ролл, все вот это вот. Все очень просто. Да, ну-ка расскажите. Дело в том, что большая часть коллектива нашего народники. Так. Самые настоящие народники. Девочки, они у нас заканчивают. Заканчивают. Получают дипломы, можно сказать. Да, остался месяц нам для диплома. То есть практически сейчас у вас преддипломная практика, я так понимаю, у нас, да? Ну, можно и так сказать, да. Хорошо. Да, мы с Александром, ну, в молодости, в юности тоже закончили народное дирижерское хоровое пение. Но только в городе Челябинске. Собственно говоря, и мы, видимо, кроме фольклора ничего делать не умеем. Ну, рок-н-ролл, конечно же, мы играем. В Екатеринбурге у нас, конечно, была группа своя под названием «Бабилета». Играли тяжелую, нам казалось всегда хорошую фольклорную музыку. Слушайте, ну, мне, например, кажется, что вы еще со «Свинцовым туманом» как-то сотрудничаете. Или мне кажется? Ну, расскажите. Да, сотрудничаем. Так. Бывают моменты, видимо, когда... Поигрываем. Да, видимо, когда «Свинцовым туманом» очень хочется где-то выступить, то братья Лопенковы с удовольствием помогают. Нестеров звонит и говорит, ребят, вот... Да, есть концерт, поехали. Туда едем, да? Да, едем туда или не едем туда, просто встречаемся. То есть, смотрите, дорогие дамы и господа, рок-н-ролл, народная музыка, все это, конечно, здесь объединяется в тех песнях, которые... Кстати, какого стиля здесь у вас музыка? Как вы сами, как авторы, как продюсеры охарактеризуете? Мы их характеризуем, кстати, пускай все критики сейчас запомнят, как в следующий раз у нас записывать, писать в журналах. То есть, в основном пишут, что мы типа фольклорная музыка с элементами эстрадного там... Современной музыки. А мы говорим, нет, мы играем современную музыку с элементами фольклора. Хорошо, все, я думаю, что все записали. По поводу пластинки. Значит, у вас до этого выходило два мини-альбома, насколько я помню. Что-то здесь как-то они пересекаются или здесь чисто новый материал? Не пересекаются, но только немножечко в других вариантах сделано. Аранжировки поменяли. Да, да, и аранжировочки, и даже тайминг, не скрываем этого, и даже может быть тональность где-то. И темп. И темп, вообще все. Вообще любите экспериментировать, я так понимаю. На самом деле у нас песни бывают записанные по разу 20-30 бывали, переделывали. Вариантов новых. И все нравилось. Да, и бывает даже, знаете, такое, когда приехал на студию, выложился на все 100%, да, все, все решили, отличная песня, супер, ребята, спасибо за работу. Приезжаешь домой и буквально на следующий день... Звонок. Нет, вообще не то, надо переделывать. Я представляю, у нас, потому что у нас с Алиса там сразу же уши горят, девчонки нас, видимо, там пилят, так что... Да неправильно. Ладно, мы прям пилим. Но переписывать бывает не хочется. Но зато хочется всегда петь хорошие песни. И следующий номер в нашей программе, в концертном зале Страны ФМ, что это будет за трек? Называется прекрасный трек под названием «Лепота». Ой, мы знаем любимый клип, смотрим. Конечно. С удовольствием. Поехали. Ой, забылахали глаза мои. Подарила, ой, влюбилась я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, раз яй-яй-яй-яй-яй. Подарила, ой, влюбилась я. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Поехали. Ай-яй-яй-яй-яй, лепота, да, лепота, да. Ай-яй-яй-яй-яй, лепота, да, лепота, да. Ой, как знала, да с кем не быть, С малых лет бы, ой, стала влюбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, раз-яй-яй-яй-яй, С малых лет бы, ой, стала влюбить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй, Ай-яй-яй-яй-яй-яй, Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, Да, как тут не вспомнишь знаменитую фразу Ивана Васильевича «Лепота», друзья. Артель Роса на телерадиоканале «Страна-ФМ». Девчонки, ну, просто праздник устраиваете. Роскошный клип, я думаю, зрители, слушатели «Страны-ФМ», конечно, знают, видят у нас в эфире. По поводу того, что завтра лет начинается, куда бы махнуть отдохнуть и вспоминать, в каких живописных местах вы снимали клип. Ну-ка, расскажите, где это было, чтобы мы туда могли поехать и тоже на лодке погонять. На самом деле, клип снимали совсем рядышком. Приезжайте к нам в Подмосковье. Да, вот там в Подмосковье, там тепло всегда. Я понимаю, что это недалеко, но где именно? Снимали дома. Дома, реально? В Подмосковье. В Подмосковье, вот у нас там рядом озеро, все-все. Ну, это какой район, ты хоть скажи? Раменский. В Раменском районе, все отлично. Раменскому району большущий привет. Привет. Ну и, конечно, всем районам, которые смотрят, слушают «Страну-ФМ». Друзья, у нас сейчас небольшая, поверьте, необходимая пауза, после которой мы вернемся. Напомню, что сегодня на телерадиоканале «Страна-ФМ» Артель Роса ребята презентуют новую пластинку «Счастливые люди», которая уже появилась в музыкальных магазинах. Покупайте на физических носителях очень красивый диск, конечно, скачивайте в интернете. Скоро вернемся. Концертный зал. Продолжается концертный зал на телерадиоканале «Страна-ФМ» Артель Роса. У нас в эфире прекрасный музыкальный коллектив. Хотелось бы обратиться мне сейчас к девчонкам Ксюше, Оле и спросить, кто вам шьет такие волшебные наряды? Расскажите об этом сказочном человеке. Да, я шил. Александр шил. Ночи не спал, кроил, да, перешибал. Ну, может быть, Александр придумывал этот вот такой рисунок замысловатый, фантастический. Это всего лишь... Это всего лишь красивое чудное платье, да. Да, все ведь знают такие замечательные павлопосадские платки. Узор оттуда взят, по мотивам. Очень красивые наряды, и я передаю привет тем людям, которые в реальности вот это все сшили. Значит, расскажите, пожалуйста, о том, как вы пришли к такой музыке, почему вы не выбрали какую-то попсу, почему вы не выбрали рэп-музыку, почему вы выбрали вот именно эту стезю? Все очень банально. Гриша уже ответил, что мы как бы с Олей народники, мы учимся на кафедре сольного народного пения. Это понятно, Ксюшенька. Как мы на кафедру-то пришли, да. На самом деле природа. Как-то вот, ну, я училась когда в музыкальной школе, пыталась петь попсу, естественно, потому что всегда хотелось. Ну, кто был петь в детской школе народные песни? На кого ты равнялась тогда? Кто был для тебя ориентиром? До, кстати, и не было не ориентиром. Не было, да? Не было абсолютно, пела разные песни, но просто в какой-то момент педагог понял, что против природы попрешь. Поэтому как-то мы стали учить народные песни, дальше колледж, народное отделение, и пошло-поехало. Все, я в народной музыке. У меня история немножко другая. Расскажи, пожалуйста. Я собиралась стать юристом. Училась. Ну, это очень традиционно, да, в нашей стране. Да, конечно, зачем мне творчество? Я просто дома песенки пела, и все. Но так вышло, что у меня папа поет, он раньше пел в уральском народном хоре, да. О, на минуточку. Да, и он просто как-то взял и сказал, у тебя есть голос, тебе надо его развивать, ты пойдешь учиться в колледж, будешь петь песни. И я ему благодарна очень сильно, по сей день говорю ему спасибо, и мы давно пришли к выводу, что это та дорога, которая нужна была мне в жизни. И юрист из меня бы наверняка не такой хороший получился. На самом деле сейчас 10 юристов на одном народе, как минимум. У вас в коллективе есть юрист, наверное, да, свой теперь, получается, в лице Оли? Нет, нет, нет. Нет, не доучилась, да? Я и не начала, в том-то и дело. Не начала, все, молодец. У меня уже со школы прямая дорога была по музыке. Хорошо. Ксюш, у тебя кто-то из родителей пел, поет, как вообще? Да, у меня мама поет. Ну, вообще, как бы семья у меня не музыкальная по профессии, но так получилось, что у меня мама всю жизнь пела, и дядя на гитаре играет, и дедушка всю жизнь поет. Мама же у тебя до сих пор поет, да, получается? Мама до сих пор поет, да. Выкладывает все это ВКонтакте, конечно, молодец, мама. Гордится, да, мама у меня сейчас работает в моем родном городе, в поселке, директором Дома культуры. Это где, скажи? Брянская область, город Стародуб. И там есть такой маленький поселок под названием Десятых. Вот оттуда я родом, это мой родной дом, и мама там работает директором клуба. Как бы тоже пришла к музыке все равно, хотя по профессии она абсолютно никакого отношения к музыке не имеет, но пришла. Ну ты природой не попрешь. Хорошо. Значит, попрем мы сейчас в сторону клипов, которые у вас получаются очень красивые. Расскажите, что в ближайшее время нам ждать? Может быть, что-то как раз с новой пластиночки «Счастливые люди» будет вами экранизироваться. На самом деле у нас снимается несколько, уже отснято несколько вариантов песни на песню «Камушка». Вот сейчас мы, кстати, ее будем, наверное, играть даже, да? «Камушка»? Несколько вариантов? Да. Саша, почему несколько? Это сериал будет? Что такое? Нет, расскажу. У нас вышел до этого EP под названием «Камушка», и там есть три варианта песни. Мужская, женская и общая, основная, так сказать. И вот на все эти версии мы пытаемся снимать видео. Надеюсь, что будет все хорошо. Это будет какое-то обобщающее видео, все три версии или три клипа? А как получится. Как пойдет, да? Хорошо. Будем ждать. Когда, кстати, результат? Работаем. Ну, до какого момента хотя бы дедлайн какой-то есть? У нас один знакомый говорит, человек, «Я пока не готов ответить». Хорошо. Может быть, и сериал получится. Да, вполне возможно. Я так понимаю, что вы, в принципе, многие решения принимаете коллегиально, да? Обязательно. Команда, где-то даже я слышал такое утверждение, как семья. И вот когда семья вся договорится, тогда, видимо, и будет, да, уже какой-то... Да, но иногда бывает, как в любой семье, как батька скажет, так и будет. Мы все подумали, и я решил, да? Хорошо. Хорошо. Что касается песен, на очереди какой у нас трек, это будет действительно «Камушка» или что-то еще? «Камушка» — это ласкательное слово «Реки Кама», которая у нас на Урале течет. Вот. Дабы, как это сказать, ну, в общем, поклон уральской земле. Песня «Камушка». Большой музыкальный привет. Да, и тут у нас, собственно говоря, барабанщик незаметно превращается в гитариста. Либо гитарист превратился в незаметного барабанщика, кому как нравится. Мульти-инструменталисты. Молодцы. Ну что, поехали. Из осенних гор до уральских гор, Из больших лесов до дремучих, Там бежит река разливанная, Бежит камушка к Волге-матушке. Комаречушка сбушевалася, С волны на волну снабегалася, Спотопила крутый берега, Залила она зелены луга. Широким путем недороженькой По крутым горам неисхоженным С войском шел своим Атаманушка, Пугачев лихой Емельянушка. С войском шел своим Атаманушка, Пугачев лихой Емельянушка. Как быстро вода в тебе полнится, На твоих брегах живет вольница, Сослужила ты службу верную, Ермаку отцу Тимофеевичу. Сослужила ты службу верную, Ермаку отцу Тимофеевичу. Сослужила ты службу верную, Ермаку отцу Тимофеевичу. Из осенних гор до Уральских гор, Из больших лесов до дремучих, Там бежит река разливанная, Бежит камушка к Волге-матушке. Там бежит река разливанная, Бежит камушка к Волге-матушке. Какая, ой, красота, друзья. Артель Роса на телерадиоканале Страна ФМ. Если вам понравилась эта песня, Знайте, что ее можно найти на новом диске «Счастливые люди». Пластинка уже в продаже. Песня, которую можно исполнить Где-то вот в такой теплой компании, А также даже, как мне кажется, На хорошем рок-фестивале. Ну, прекрасно. Кто написал, кстати? Это вообще народная песня? Народная Уральская. Народная Уральская. Да, вот чувствуется, что в ней... Силушка. Силушка заложена. Ох, лёли-лёли. Ох, заложена. Да, мы... Ну, слушайте, внутренняя сила есть. Не поспоришь. Сделаем небольшую паузу, друзья. После этого мы вернёмся К общению с командой Артель Роса. Концертный зал. Дамы и господа, вы слушаете И смотрите телерадиоканал Страна ФМ. Сегодня у нас в гостях Коллектив Артель Роса. Кстати, как вот правильно? Группа, ансамбль, Что скажут отцы-основатели? Просто Артель Роса. Артель Роса. И вот о названии. Я, по крайней мере, не знаю, как пришло, не нашёл такой информации. Как появилось это название? Это название нам, на самом деле, подарил Рафшан. Рафшан Вахидов. Вахидов, да. И потом мы начали думать вокально-инструментально вначале, то есть поставить либо группа, либо там... Группировка. Группировка. Да, и мы с Александром предложили Артель. Ну, коллектив Артель. То есть мы раньше ходили на покосы. Косить травушку-муравушку Артелью. Хорошее русское название. Артель. А Роса это? Роса это Роса. Роса это Роса. Коси Росу. Свежесть. Утро. Новые обновления чего-то, да? Да просто чистота. Хорошо. Артель Роса на телерадиоканале Страна ФМ. Вы сами что слушаете? Какую музыку? Может быть, для того, чтобы как-то питаться вот какой-то еще Росой? Может быть, вам лимонады крепкие напитки нужны для того, чтобы быть... Абсолютно разную музыку. Расскажите, Ксюша, пожалуйста. Ну, я, на самом деле, так как еще пою народные песни и в группе, и на учебе, поэтому в жизни я стараюсь народные песни не слушать, чтобы немножко как-то обстрагироваться. Ну да. Поэтому, в принципе, все, что современное, что играется на радио, чтобы как-то отвлечься. Да. Ненародное что-то поешь, да, получается? Слушаю, не пою. Слушаешь? Слушаю. Кто у тебя в приоритетах в настоящее время? Ух. Ваенга, Лобода, не знаю кто. Кто? На самом деле, разные. Мне нравится Адель, мне нравится Риана, мне нравится Егор Крид, где я абсолютно спокойно и даже с большим интересом слушаю его песни. Поэтому абсолютно разные страны, традиции, стили, просто чтобы песня нравилась. Чем удивит нас Оля? Я больше по инструментальной музыке. Что за музыка-то? Мне очень, ну, у меня лично музыкальные предпочтения зависят от настроения. Иногда я действительно могу послушать кого-то из зарубежных певиц, у которых сильный голос. Очень хочется, душа просит. Ну вот кого просит? Пожалуйста, Адель, также Риана может быть, может быть Сия. Это девушки, у которых… У них хорошая школа, есть чему поучиться. Да. Это девушки с невероятно сильным голосом и перечислять. Таких можно еще очень много. Если из отечественных, пожалуйста, Полина Гагарина. У нее тоже очень мощный, очень красивый голос. Люблю нео-классику иногда послушать. То есть Чайковского я, конечно, слушать не буду, а вот современную классику обожаю. А если уже брать группы, то я, например, очень люблю слушать Coldplay. И, между прочим, не я одна. У нас вся семья любит слушать Coldplay, да. Мы, честно говоря, раньше убивались как бы за брит-поп. Но это была такая легкая болезнь. Ну, по сей день тоже… Как у всех, в общем-то, и музыкантов. Все переболели… Да, какой-то модой. Да. Ну, на самом деле, как бы, тоже слушаем различную, разнообразную музыку. Ну… Всеядные, вообще. Да, всеядные. То есть, как бы… Шрилл Кровов, к примеру. Ну, мы с Александром воспитаны на более ранних коллективах, ансамблях. Таких, как Deep Purple, Led Zeppelin и Pink Floyd. Да, и прочее. Да, и масса-масса других коллективов. Ну, также, наверное, мы с удовольствием и Эрика Кэллтон послушаем. Ну, это не Егор Крид, да, конечно. Ну, вот сегодня ехали в машине, мы, например, что слушали? Эмбрулия Наталья. Да, Наталья Эмбрулия, например, с удовольствием послушали. Послушали… К этой Бостоне послушали. Причем весь альбом, по-моему, 18-й год, да? Кайфанули по полной программе, но… Такая музыка, скажем, некоммерческая. Иногда следует немножко послушать некоммерческую музыку по той причине, потому что нужно все-таки в душе развивать творческую жилку. С коммерческой стороны это, пускай, наверное, люди делают продюсеры или еще и другие люди занимаются этим, но в коллективе, в первую очередь, должна быть творить… мерцать все-таки творческая атмосфера. Ну, я так понимаю, что у вас все-таки больше творческая, чем коммерческая команда, правильно? Конечно же, хочется сделать и того, и другого. Ну, сбалансировать. И сбалансировать, но, вы знаете, как бы, музыканты, на самом деле, самый неадекватный, как говорится, человек, который может со стороны видеть свое творчество, оценить его по достоинству или еще… Нам всегда кажется что-то так. А по идее, как бы, человек, который слушает, он скажет, что вы поете? Что за бред вы несете? Есть ли какая-то фокус-группа у вас, может быть, родные люди или какие-то музыканты, мнению которых вы доверяете, вот, записывая, сводя песни? Есть, есть. Это, как правило, люди не музыканты, никакого отношения к музыке не имеют. То есть, в этом числе есть военные люди… Наши соседи, старшие братья… Да, старший брат особенно, который совершенно, можно сказать, ну, скажем, не понимает иностранные какие-то коллективы. Ему надо, чтобы… Но любит петь. Да, но любит петь. Ему надо, чтобы было в бровь и в глаз сразу же, вот, конкретно, чтобы слово было убедительное, чтобы аккорд был ля-минорный, никаких других… …чершиных аккордов, да. Да. Никаких джазов там и типа этого, чтобы ничего не было. Что касается, вот, опять же, такого, знаете, коммерческого отношения к проекту, как вы считаете, насколько вот сейчас ниша музыкантов, которые исполняют хорошие песни с элементами фолка, вообще в нашей стране хватает их или дефицит? Страшный, страшный дефицит. Например, попсы, понятно, много. Разный. Рэп тоже его хватает. Вы знаете, у нас… …с фолком что, как? Расскажите. У нас с фолком, на самом деле, страшная беда в стране по той причине, потому что большая часть музыкантов в этом жанре пытаются экспериментировать и пытаются… …себя выразить как музыкант, в первую очередь. Да, да. …глубину души песни. Это первая, кстати, такая проблема. Вторая проблема – это, конечно, проблема, не побоюсь сказать, музыкальных редакторов. Боятся брать. Неформат и прочее, прочее. Есть такая история. И, думаю, третий все-таки вариант – это то, что… Незнание еще. Незнание вообще… …самой культуры. …самой русской культуры. И все, что звучит, и все, что кто-то играется, это обязательно должно быть «Лёли-лёли», «Зелененькая» и там… «Калинка-малинка». Да, и не больше того. То есть поверхностные… Не погружаются в вопрос. А если, честно говоря, туда копнуть поглубже, там черт ногу сломает. Там интересно. Да. Там есть куда рыть. Куда копать. Мы сейчас поговорим об этой музыкальной археологии. Но прежде расскажите мне, куда копаем мы дальше в плане музыки. У нас продолжается что-то с пластинки «Новые счастливые люди» или что-то еще? Да, с пластиночки «Счастливые люди». А мы действительно счастливые люди. Очень. Да, потому что мы сейчас сыграем прекрасную счастливую песню под названием «Чучело». Пожалуйста. «Частливые люди» «Я лечу к тебе, родное, в саду-май и чучела. И пусть не ладит твой наряд и рука ломается, Но зато тебя такого мораль не пугаются. А ночи так светло, и рощи словно зритель, И во все ты не чучела, ангел мой хранитель. И пусть трубака на бекрень крутится на вертеле, Не по одежке говорят, а по уму нас встретили. И мы вальсируем с тобой, споздали огородные, А злые птицы черные по-прежнему голодные. А ночи так светло, и рощи словно зритель, И во все ты не чучела, ангел мой хранитель. А ночи так светло, и рощи словно зритель, И во все ты не чучела, ангел мой хранитель. Слышишь, где-то плачет кошка под пионовым кустом, Потерпи еще немножко, есть тропинка под мостом. И мы с тобой по той тропинке, тихо спустимся к реке. Придут люди посмеяться, а тебя и нет нигде. А ночи так светло, и рощи словно зритель, И во все ты не чучела, ангел мой хранитель. А ночи так светло, и рощи словно зритель, И во все ты не чучела, ангел мой хранитель. А ночи так светло, и рощи словно зритель, И во все ты не чучела, ангел мой хранитель. И во все ты не чучела, ангел мой хранитель. А на ноги так светло, и у тебя там, И во все ты не чуешь! А ночи так всегда, мне не чуешь… Эти райские голоса сообщают нам ощущение полета, друзья. Артель Роса в программе «Концертный зал» на телерадиоканале «Страна.ФМ». Отдельное спасибо за партию клавишных. Песня прекрасна. Кто автор этой красивой истории? Григорий, расскажите, кто автор песни? Алексей Зверев, правильно? Олег Зверев подсказывает нам. Извините, забываем. Извините, забываем постоянно. Хорошо, ему большой привет, спасибо. Ему огромный, большущий привет. Я надеюсь, что он нам еще подарит кучу замечательных произведений. Кстати, как вам можно произведение подарить? Написать вам ВКонтакте, прислать стихи и музыку? Какая-то схема отлаженная у вас? Расскажите об этом. Да, система очень простая. Нас можно легко найти во всех сетях, в Инстаграме. Поэтому, у кого есть желание и прекрасная песня, пишите. Рассмотрим все варианты. Мы, кстати, никогда никого без ответа не отставляем. Молодцы, спасибо. Мы познакомимся. Есть ли у вас такая штука, как творческие экспедиции? То есть, например, куда-то отправляетесь в небольшие города, села и спрашиваете, есть ли, например, какие-то песни, может быть, забытые уже, полузабытые? На самом деле, большинство песен уже, которые как раз-таки экспедиционные, они уже есть все в нотном материале, на аудиозаписях. В нынешнее время очень тяжело найти тот истинный фольклор, потому что он уже претерпел изменения, и носителей того фольклора уже почти не осталось. Да, бывает такое, что приезжаешь, ну, вот экспедиционная практика у нас есть в институте, в колледже даже у некоторых была, иной раз бывает, приезжаешь в какую-нибудь деревню, знакомишься с бабушками, у которых самодеятельный хор, спойте какую-нибудь вашу любимую песню, и они начинают петь «Вина в Аталии я, вина в Аталии». Ну, хорошо. Вот, это… Глубже ничего, да? Нет, на самом деле, вот мы с Григорем ездили в экспедиции, было у нас тоже… Ребятам повезло больше в этом плане. Да, мы еще застали тех бабушек. Копнули еще, да? Да, на самом деле, копнули. Что-то взяли вот из тех произведений, которые в репертуаре вашей команды? Нет, нет, не взяли ничего, поскольку тот материал, мы его оставили в институте, ну, там нужно было делать аранжировки на них. Нет, на концерте одну песенку поем акапельную? Да, поем одну песенку. Ну, дело не в этом. Просто сейчас, мне кажется, что если куда-то ехать, то, мне кажется, вот эти люди, замечательные бабушки, мне кажется, их уже просто нет на свете. А кто есть, если есть, то, конечно, дай бог им огромного здоровья. Следующая песня, кстати, у нас будет одной прекрасной бабушкой. Да, кстати. Вот, мы подошли к ней. Песня, которая называется… «Космонавты». «Космонавты». Это трек номер три. У нас пластинки «Счастливые люди». Пластинка уже в продаже, друзья. Приобретаем. Артель «Роса» на стороне ФМ. 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 Ох, и полетели да высоко, да полетели да далеко Под самые облака, аж до солнышка Ох, и под самые облака, аж до солнышка Аж до солнышка, аж до я сама Ох, и, аж до солнышка Ох, и, аж до я снова Ох, и, аж до я снова Аж до светлого Выходили они в космос, работали добыто Ох, и, работаю, справились Да, на землю отправились На землю отправились На весь мир прославились Вот и Вот и На землю отправились Вот и На весь мир прославились Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Большой пламенный музыкальный привет тем, кто смотрит и слушает страну ФМ на МКС. У нас продолжается концертный зал «Артель Роса» сегодня в последней весенней программе. Большое спасибо. Вы, кстати, сами-то на лето в какие полеты собираетесь? Что у вас? Отпуска? Как вообще это время проходит в традиционном группе? В творчестве. В работе. Смиренно сказала Оля. Все это понятно. Ну так вообще как-то отдыхаете от музыки или у вас постоянно вот вся эта семейная обстановка музыкальная, пластинки, записи, диски? Пожалуйста, Олечка. Вы знаете, бывает такое, вроде бы... Собралась в Турцию, купила билет. Не обязательно. Просто собралась домой, к родителям, к бабушкам, к дедушке, ко всем, ко всем своим... Куда это? Куда это? Куда это? Свердловская область. Свердловская область, да. К друзьям, в общем, ко всем близким, родным людям приезжаешь и очень часто натыкаешься на то, что... А спой какую-нибудь песню. Вот у меня, к примеру, семья очень большая, и у нас сохранилась такая традиция, что если у кого-то день рождения, вся семья собирается за дружным столом, как правило, дома у бабушки с дедушкой, все приезжают, и после празднования обязательно доходит место до песен. И вот у нас Оля, запивай. Очень часто и с бабушкой поем. Почему папа не поет, скажи, пожалуйста. Он, как правило, слушает. Потому что Оля есть. Да, он отдыхает. Он на самом деле... Он очень любит помогать, давать какие-то дельные советы всегда. Да. Иногда у нас... Чем старше я становлюсь, тем больше у нас все-таки уже дружеские отношения. То есть сейчас где-то он мне подскажет, а где-то мы уже поговорим на равных. То есть бывает и такое. Как его зовут? Андрей. Андрей, вам большой привет и спасибо за дочку. Андрей, здравствуйте. У меня еще мама есть, ее зовут Наташа. Наташа, вам тоже большой привет из Москвы летит. У родителей... Оль, какая песня любимая? Вот в твоем исполнении, в вашем, вот в вашей команде? Не знаешь, да? По-разному. Когда в следующий раз поедешь, обязательно спроси. Наверное, да. Но, наверное, больше лепота, судя по тому, как ее чаще, ее чаще я слышу, как дома напевают. Мне нравится Кама. Вот. Возьмите на вооружение, пожалуйста. Кама – прекрасная песня. Так, Ксюша, как у тебя, что, лето? Куда? В Псковскую область? Что там? Как? Нет, Брянская. Брянская, да, прости. Да, хочу очень съездить домой, конечно же, побыть с родителями, помочь им отдохнуть. У меня в этом плане тоже всегда приходится попеть, приезжаешь домой отдохнуть и с мамой обязательно на какой-нибудь концерт выезжаешь. Поэтому не без этого, конечно. Мама просто гордится. Конечно, конечно. Как и папа, так и мама, они гордятся мной. И я им очень благодарна за то, что я есть, и за то, что они мне дали дорогу в музыку. Никто не сказал «Так, иди учись вот на того-то, на того-то». Хочешь? Пожалуйста. Пластинка называется «Счастливые люди». Для вас счастье. Что это? Можете сформулировать? Для себя вообще? Это вы когда-то отвечали на этот вопрос? Я скажу даже не так. Счастье — это когда близкие, родные тебе люди находятся в здравии, и у них всё хорошо. Когда ты видишь, звонишь домой и слышишь хороший, весёлый голос мамы, радостный. Сразу, даже если было плохое настроение до этого, ты забываешь. Вот это счастье. И счастье слушать красивой песни. Счастье, когда нас слышают, вот для меня лично. Да, это тоже счастье. Счастье ведь понятие растяжимое. Мы, кстати, как-то не обращаем внимания и даём слово нашим прекрасным двум парням. А парней микрофонов нет, они бы рады что-то сказать. А я думаю, он может подойти и что-то сказать. Мы сейчас парням дадим возможность сказать, но прежде я предлагаю ещё одну песню исполнить. Что это будет? Нет, песенка будет называться у нас «Саночки». Ну, вы поймёте название, почему именно так не назвали. Такая прекрасная летняя-зимняя песня «Саночки». Для бобслейстов. Ударим саночками по бездорожью. Смотрим, слушаем. Мама, глянька из окошка, Знать вчера недаром кошка Умывала нос, умывала нос. Мама, глянька из окошка, Знать вчера недаром кошка Умывала нос, умывала нос, умывала нос. Ах, мама, мамочка, Зачем? Мама, глянька из окошка, Знать вчера недаром кошка Умывала нос, умывала нос, умывала нос, умывала нос, умывала нос, умывала нос. Мама, глянька из окошка, Знать вчера недаром кошка Умывала нос, умывала нос, умывала нос. «Переженька села под березонькой, Ах, мама, мамочка, зачем?» «Уж теперь не будет спору, За салазки да и в гору Весело бежать, весело бежать» Правда, мама, мне откажешь А сама, наверное, скажешь А ну скорей гулять А ну скорей гулять Ах, мамочка, на саночках Каталась я нелестер С Коленькой и Яшенькой, Гришенькой Ах, мамочка, зачем? Ах, мама, мамочка Ах, мамочка Зачем? Ах, мамочка Студия 89.9 Концертный зал Друзья, Артели Роса на телерадиоканале Страна ФМ Прям вот чувствую, пахнуло свежестью Спасибо, Рим. Практически снежинки пошли в студии Кто куплеты написал этой легендарной песне? Потому что вы же взяли, я так понимаю, из народной песни, часть, да? Да, а и дописали куплеты Кто был автором? Замечательного поэта Фета Фета, да? Как даже в ритме Замечательного поэта Фета Спасибо Спасибо Мы готовились в Риму ответить Ну, песня получилась прекрасной Песня получилась не банальная За что вам громаднейшее спасибо У вас, дорогие Григория и Александр У вас, в общем-то, универсальная команда Которую можно сделать чуть больше фолка Чуть больше эстрады В общем, вот как хотите Это такая мозаика, которую вы можете собирать Насколько я понимаю, по-разному В этом плане у нас, конечно, руки развязаны Куда понесет, да? И вот куда вас понесет во втором альбоме Потому что первый-то вот уже Он уже закончен, он уже отпечатан Вы знаете, день и ночь Мы постоянно общаемся На эту тему Уже месяц назад уже задумались Задумались Что там, какие результаты А то вы знаете, когда бизнесмен построил один ларек И он не останавливается на нем Да, он уже думает, где у него будут стоять Второй, третий, пятый, шестой, седьмой и десятый Потом сеть вырастает И не просто ларьков, а уже супермаркетов Да, мы попытаемся в следующем альбоме Наверное, побольше экспериментов сделать Еще больше То есть как бы совсем Будем мешать разные стили Да, может быть даже африканские Мы еще точно не знаем Может быть даже где-то балканский Я уже хотела Это попробовать Да, может быть даже мы попробуем На таких языках, как болгарский Венгерский, может быть Может быть итальянский Может на татарском Может на татарском Да, у нас есть масса народностей На которых, в принципе, тоже можно спеть Поэтому мы не будем, как говорится Акцентировать на конкретно, что мы такие россияне А россияне, на самом деле, это многонациональная страна Безусловно На каное пристало к берегу В белом платьице невидимочка Далеко отнесло течение Сердце хрюканье Сердце льдиночка Искутая косая девочка В незнакомом и нылом городе Парасолотым льдином острова И не чувствую ей И не чувствую ей Тело холода И на цыпочках По осколочкам За мечтой пошла Целый молочка И не больно ей Да и нисколечко Рано что поесть Тонкой иголочкой Отступает душа нежадкая Без любви замерзает крошечка Тянет нитью опять невидимой Прикололась к нему выброшечкой А вернется опять событийной Собирая мысли по зернышку На последнем вздохе с улыбкою Отзовется в груди Где-то солнышко И на цыпочках По осколочкам За мечтой пошла За мечтой пошла Целый молочка И не больно ей Да и нисколечко Рано что поесть И не больно ей Не больно ей Да и нисколечко Рано что поесть Тонкой иголочкой На каное пристало К берегу Белоплатьица невидимочка Далеко отнесло течение Сердце хрупкое Сердце хрупкое Сердце диночка Артель роса Если после тяжелого рабочего дня На сердце у вас были хоть маленькие льдинки Мне кажется они сейчас все растаяли Большое спасибо Очень красиво Вы говорили про эксперименты Будет ли что-то совместное с кем-то Например с каким-нибудь хором Может быть какой-нибудь трек Или с какими-нибудь музыкальными коллективами Артистами в этом плане Скажите пожалуйста Есть идеи Но мы пока не будем их озвучивать Ибо мы Как говорится Не готовы ответить Да Ну тогда скажите пожалуйста Что по концертам у нас Когда, чего, где, где встречать И где информацию все черпать Вот начинается лето Куда отправляетесь? Наш концерт будет 11 июня Если не ошибаюсь Площадь революции Верно ребята? Верно Верно В 19.00 В 19.00 Верно Будет наш концерт Потом приходите Все То есть это Москва Открытая площадка Бесплатно Друзья Абсолютно Приветствуются плакаты И мы выступаем практически целый час Пластинки будете продавать? Обязательно Раздавать будем? Раздавать Дарите и разыгрывайте Друзья Давайте еще раз 11.00 В 19.00 В 19.00 В 19.00 Площадь революции Приходите Смотрите Слушайте коллектив Артель Роса Приобретайте новый альбом Счастливые люди Это были действительно Счастливые люди Артель Роса Украсили этот вечер На телерадиоканале Страна ФМ Ребят, спасибо Вы прекрасны Спасибо вам До новых встреч Концертный зал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok